Что у нас на фоне, так сказать, дипломатии происходит? А я вам скажу по разведным признакам. Разведные признаки – это уши сущности, которые торчат над маскировочными сетями дезинформации. Речь идет о информационном обществе. Кажется, я понимаю, это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Так что же эти разведные признаки показывают? Показывают продолжение преклонения перед Западом. Я вам покажу. Это то, что видно в телевизор. 5 декабря средства массовой информации, канал России государственный, показывает, как безобразно Прибалты рушат памятники советским воинам Второй мировой войны, Великой Отечественной. И тут же, 5 декабря, Володин, председатель Государственной думы, проводит мероприятие у могилы неизвестных солдат. Почему? 5 декабря началось наступление под Москвой. Как выглядит Володин на улице минус 10? Володин одет в черное притаянное пальто, белая рубашка, галстук. На голове ничего нет. Если посмотрим, так сказать, американский внешний вид, там никакого шарфа, никакого кашне, никакого головного убора. Ну, прямо, понимаешь ли, западный вид. Представьте себе, значит, Сталин в фуражке, сталинская фуражка. Потому что статус находится на голове. Что такое статус? Это количество перьев, понимаешь, у индейского вождя. Человеческий ум, как перья павлина. Экстравагантная демонстрация для привлечения партнера. Ну, конечно, павлины почти не летают. Они живут в грязи, клюют насекомых из навоза и утешают себя своей великой красотой. Значит, а у нас что? На голове ничего. У государственных деятелей на голове ничего. Шапку долой, шапку долой. Потому что это либерализм. Он ничего не может на голову надеть. Шапку долой, шапку долой. Ленин не зимой в кепке, а зимой в шапке. Ельцин уходил. Помните, берегите Россию. На голове у него была мохнатая шапка миховая. Михаил Сергеевич Горбачев, пирожок у него был из нервов. Ну, на голове всегда что-то было. А у наших замечательных руководителей на голове ничего нет. Это либерализм. Это преклонение перед Западом. Шапку долой, шапку долой. Головной убор в войсках отменили Папаху. Раньше при советской власти и, соответственно, при царях православных. Полковники были в Каракулевой Папахе. С серым верхом. Генералы в Папахе с красным верхом. Папахи отменили. Что у вас на голове? Неизвестно что. Статус на голове отменили. Посмотрим последнюю картинку. Гарант Конституции. Президент Путин на Крымском мосту. Он там едет, потом он выходит. Окружающие его лица. У Путина на голове ничего нет. Жила-была царевна, которая не хотела надевать шапку. Путин на голову ничего не может надеть. Потому что наденешь фуражку, это, значит, сталинский тип. Значит, шапку наденешь, тоже непонятно, что. На голове у нее ничего нет. Не то. Не нравится. Не надену. Ну, у него какой-то капюшон есть. Там ветер дует. Видимо, тоже холодно. Ну, вот беда. Холода пришли. Как же быть? Как теперь царевне гулять идти? Сопровождающие лица надели на голову шапочки для зимы. Вязаные шапочки для зимы. Представь себе, Путин надевает эту шапочку для зим. Это кто? У голову. Ничего надеть не стану. Мой ответ всем шапкам. Нет! Ну, вот посмотрите, это картинка. Понимаете, что мне? Они не могут ничего надеть на голову. Потому что у главного на голове ничего нет. А холодно. Колится. Щекочет. Довит. Не хочу. Вот где, понимаешь ли, мы проиграем-то. Мы это кто? Простодушный, великодушный русский народ. Шапку долой, шапку долой. Шапку долой, шапку долой. Шапку долой. Шапку, шапку, шапку надевай. Никогда без теплой шапки на морозе не гуляй. Счастливо вам. Удачи от вас. Спасибо большое. Шапку до конца. И oughtаası. Субтитры подогнал «Симон»